привет дорогие друзья сегодня я для своей семьи готовлю медовые пряники на кефире ребятки рецепт в моей семье уже очень давно очень хороший очень простой рецепт особенно когда вы не знаете куда вам деть кефир знаете вот бывает такое вот или лет это когда летнее время когда немножко знаете вы пачку открыли кефира она немножко резкая вот пить он неприятен а в тесто его пустить вот как раз самое но то есть но у меня сейчас нормальный здесь кефир это домашний кисляк вот сделаны из домашнего молока то есть ребятки значит я буду использовать смотрите что нам надо для рецепта стакан храненый это советского союза еще стакан стакан сахара 3 яйца столовая ложка с горкой соды 200 грамм растительного масла можно использовать любое но единственное не берите знаете как не рафинированный берите какое-то рафинированное чтобы оно было без запаха нам нужно это у меня здесь баночки ванилин ну то есть ванильный сахар просто я туда пересыпаю значит нам надо две столовые ложки меда с горкой здесь две столовые ложки меда с горкой и ребятки у меня пойдет где-то 5 5 с половиной до 6 стаканов муки то есть здесь у меня просеянная мука стоит я просеяла уже здесь у меня 6 стаканов бывает всегда по-разному вот я не знаю почему сколько я делаю его вы знаете бывает когда идет 5 стаканов и достаточно я смотрю всегда по консистенции да я смотрю что достаточно бывает и 6 стаканов уходит то есть всегда по-разному и так ребятки начнем нам нужно я буду делать это в планетарном комбайне то есть можно это все делать абсолютно просто руками я это годами делала руками и абсолютно все то же самое получается значит первое что мы делаем друзья выливаем кефир выливаем кефир так моем случае это домашний кисляк кислое молоко я сюда сразу отправляю яйца сразу дальше я сюда сразу же отправляю мед я его не растапливаю на водяной бане там все здесь соединиться смешается поверьте мне то есть можно брать ну конечно когда он засахаренный прям знаете такой как камень может быть тогда его да немножко подтопите его или микроволновке или на водяной бане его немножко поставьте чтобы он вот чуть-чуть знаете как сказать ну что его немножко подтопить все таки но у меня он такой полу жидкий дальше я сюда сразу же отправляю сахар стакан сразу все ложу это такое знаете здесь особых и не надо там сбивание в пышную пену и тому подобное сразу я сюда отправляю смотрите с этим я столовая ложка полная с горкой и соды так соду отправляем и сюда сразу отправляю вот 200 грамм растительного масла у меня обычная рафинированное растительное масло друзья и итак теперь мы еще я положу сейчас чайную ложечку ванильного сахара чайная ложка ванильного сахара все и теперь вот такая она все получается вот смотрите вот такое оно можно просто взбивать его венчиком если не хотите венчиком то можно просто его ну я сейчас буду ставить его свой комбайн и буду делать в комбайне то есть вы смотрите сами как вам удобно миксером тоже сбиваем миксером до жидкого когда жидкое состояние взбивайте миксером если хотите если вы уже видите что она уже загустела миксер конечно не гробьте не сбивайте уже там надо будет просто лопаткой вмешивать и все сейчас я просто смешаю мне нужно сейчас смешать до однородной массы это все такое да и довести знаете как когда однородности я буду добавлять по ложке муку я смотрю что у меня суда уже начала работать вместе с медом с кефиром она немножко приподнялось это вся масса вот так вот его добавляете постепенно постепенно и смотрим еще раз напоминаю у меня было 6 просеянных стаканов муки смотрите вот я вела полностью всю муку вот у меня немножечко здесь осталось совсем чуть-чуть 6 полных стаканов муки практически ушло тут наверное меньше чем полстакана наверно треть стакана осталось муки вы знаете всегда по-разному у меня как-то получается я не знаю может быть связано это с кефиром жить и жидкий или не жидкий тюкер вы будете смотреть сами если у вас вы увидите что вот смотрите вот вы доложите доложить и допустим мешаете мешайте вы смотрите вот такая консистенция получается вот смis with it то есть вы должны смотреть вот вот такое но должно быть оно не получится такое как знаете тугое тесто замешивают потому что кефир мед в любом случае оно будет всегда немного липнуть к рукам на этом этапе ребята я выключаю то есть или перед или просто перестаем мешать сейчас мы посмотрим вот смотрите получается но вот видите вот такое вот очень очень плотная получилось у нас вот такое тесто значит сейчас я немножечко почищу крюк насадочку это чтобы тесто не выбрасывать все-таки знаете и в таком вот я сейчас его пленочка немножко накрою в контакт не надо накрывать пленкой обычно пленочка сверху закройте или крышкой какой-то ну чтоб плотненько было и поставьте на час его тесто отдохнуть холодильник я не ставлю хотя некоторые люди ставят холодильник как бы медовое тесто ребята я не ставлю в холодильнике не заморачиваюсь особо это простые пряники такие знаете как к чаю обычное здесь не какой-то там супер сложное тесто там чтобы выдержать его в холодильнике или как-то там прям до минуты нет это простое тесто поставили Оставили его Закрыли крышечкой плотненько И оставили его Чтобы оно у вас немножечко постояло Как сказать Тесто поженилось, соединилось Тесто получается вот такое Смотрите, оно очень тугое Я буду делать Брать столовой ложкой Макать его Обволакивать его в муку И выкладывать каждый пряничек Видите, мы не замешиваем Тугое тесто, которое надо раскатывать Нет, мы его раскатывать Ребята, не будем Все будет очень просто Мы будем его просто брать И ложкой накладывать Грубо говоря, я его буду брать в руки Ложкой у меня будет меркой Я буду брать его Так рукой немножко, как котлетку Немножечко в муку И будем выкладывать на противень Вот моя мерная ложка Обычная столовая ложка Вот столовой ложкой я буду брать Вот мое тесто немного постояло Еще оно у меня час не постояло по времени немножко меньше может быть минут 40 здесь у меня мука мне нужно будет для этого еще мука я буду присыпать и я вам смотрите сейчас покажу руки я немножко вот так вот муку сделай немножко руки муку и мы берем тесто много не берите вот так вот вот так вот берем тесто ведь она не капает она такое какой-то полутягучие так скажем вот этого достаточно сильно много теста не набирайте я объясню почему потому что у вас и вот так вот немножко муку как бы кидали туда ложку эту муку и сформировали такую небольшую как пряник котлетка вот ну вот вот так вот я формирую видя сейчас дорог ничего не липнет и выкладываем вот так вот все наши прянички на форум ну как котлетки выкладываем их на противень ребята тесто очень вкусное я еще сверху буду мазать их глазурью обязательно получается необыкновенно вкусное тесто я их сложу и в большой контейнер вложу их в холодное место но это может быть и балкон кладовка у меня балкона нет я просто выношу их в холодный коридор потому что у меня частный дом вот можно в холодильник не надо ставить просто поставьте где-то в кладовке вот и очень-очень классно когда у вас вот вы их наделали много близко не ложить они еще раз будут хорошо подыматься так что близко не надо их сильно тулить один к одному ну вот так вот они сейчас немножечко еще постоять пока я налеплю они меня немножко еще раз плывутся чуть-чуть и вот так вот накладываем вот просто у меня столовая ложка это как-то уже так с годами я привыкла у меня как мерка понят смотрите вот вот такие у нас получились они форма самая простая обычная простая форма как вы видите ничего сложного нету сейчас я их не буду ни накалывать ничего абсолютно делать ребята хранятся они три недели спокойно вообще вот так вот их можно наделать потом в глазурь и высохнут они до полного остывания потом закрываете их в контейнер и они у вас лежат три недели пока его и все не поедите сейчас мы будем доставать возьму полотенчика смотрите какие ух ребята они такие вкусные они обалденные просто обалденные смотрите какие они мягкие а сейчас тесто очень мягкая и когда они постоят у меня полностью остынут будет такая знаете как сверху немножко тверденькая корочка появится вот да только сверху в середине они останутся такие же нежные и мягкие то есть ребятки если хотите а ну сейчас они у меня остынут мы сделаем глазурь помадку еще сверху их помажем они так вкусные их многие любят и так кушать у меня дома любят их даже без помазки но все-таки помазка она засахарится сверху они все-таки будут вкуснее еще становятся и плюс она сохраняет такую знаете как влагу в середине то есть пряник дольше остается свежим в середине мягким то есть но главное их сложить в контейнер и закрыть крышкой это самое главное потому что они тогда будет дольше у вас хранится и дольше они будут оставаться знаете такими мягкими то есть ну ребята сейчас они будут у меня еще остывать это у меня уже второй противень вот у меня там осталось буквально на 4 штучки я сейчас еще сделаю на 4 штучки поставлю в духовку тесто же не выбрасывать вот а они у меня потом остынут и мы будем делать сверху помазку прянички мои постояли смотрите сколько их получилось много они очень нежные они сейчас мягкие но уже корочка уже вот сверху образовалась такая уже как бы знаете хрустящая немножко корочка одни я немножко дольше подержала в духовке 2 немножко меньше подержала так вот те которые дольше подержала ребята они будут и коричневее в середине из-за меда а эти будут немного светлее вот но это у меня так просто получилось потому что побежала вешать белье вот принципе я люблю вот когда они светло-желтенькие вот смотрите ничего не подгорело смотрите какие они здесь они как хлеб ведь получились но это из-за муки вот значит сейчас они у меня уже холодные вот целый против них получилось много но их всегда много получается с этого количества теста всегда много ребята если не нравится кому ну может такая форма это я так по быстренькому знаете так налепила налепила быстро чтоб если вам не нравится и вы хотите как-то более там сделать может быть по выдавливать какие-то узоры фигурки ну то есть не узора какие-то сделать фигуры то вы конечно возьмите это да просто немного больше муки добавьте 7 там 8 стаканов раскатайте теста в два сантиметра где-то и выдавите фигурки она спокойно можно его хорошо присыпаете мукой и будет прекрасно выдавливаться тесто бесподобное я вам рекомендую от кто жил при советском союзе я вам вот напомню где мы могли вы где вы могли попробовать такое тесто продавали большие пряники зайчики и белочки медовые такие так вот ребята вот это вот это тесто а это один к одному это тесто то есть чтобы вы просто вспомнили этот вкус не те которые были цветочки раньше я уже цену сейчас не помню честно по 5 копеек они там были он не помню вот были еще цветочки молочные нет не такие знаете как в середине такая была как повидло лежала нет это не такое тесто это от именно зайки вот такие они были большие вот как на ладонь поняли такие большие зайки были и белочки и помазаны были они сверху глазурью вот это вот этот рецепт чтобы вы знали так ребята дальше что мы будем делать мы сейчас быстренько сделаем быстренько мы сделаем помазку сверху здесь у меня ребята три желточка я беру три желтка теперь сейчас включу свет чтобы виднее был теперь я беру 350 грамм сахарной пудры ребята 350 грамм я уже ее открыла высыпаю до 3 на 3 белка минимум 350 грамм надо минимум потому что мало ну просто будет мало вам и смазать вот эти все вам не хватит понимаете как бы смазать все эти пряники так есть ну я наготовила еще свету пачку рядом поставила есть что я добавлю так и столовая ложка столовая ложка лимонного сока ребятки нету лимонного сока ничего страшного нету просто что он у меня есть так вот все вот это столовая ложка полная лимонного сока ну и все принципе и взбиваем нам до густых пиков сбивать не нужно ребята нам нужно это все дело смешать хорошенько вот можно даже просто вилочкой взбить можно венчиком взбить можно миксером вообще не не проблема просто мы это все смешиваем сейчас и до однородное такое чтобы она была белая глазурка нам пышных пиков сбивать здесь абсолютно ни к чему не надо то такая помадка получилась видите она течет вот такая должна быть для помазки если вы сильнее но то есть до жестких пиков вы не помажете свои пряники понимаете а если жечь и сделать то она просто будет у вас стекать вот это вот я считаю так как идеальная консистенция такая видите вот отлично просто вот смотрите какая вот ну я надеюсь что мне должно хватить помазать все мои пряники единственное что у меня этот раз не сильно крупные яйца я всегда беру вот с 0 вот эти вот самые крупные яйца это у меня муж в магазине покупал они идут по моему первой категории они не сильно крупные вот ну в общем здесь три белка было смотрите я делаю так всегда беру вилку накалываю сбоку пряник сбоку и вот так вот его хорошенько промазываю ну мне как бы так я уже так делала неоднократно меток как бы сказать вам удобнее это делать вот когда знаете я пыталась их обваливать но она не сильно там размазывается но не сильно он такой красивый получается ну вот я считаю вот так вот вот идеальна вот смотрите как получается но сильно много тоже не надо намазывать вы смотрите так сейчас я наверно возьму еще кисточку немножко я ее пересбила чуть-чуть надо было чтобы она немножко было жить чем чуть-чуть сделала она венчик потому что сильно большой расход 2 немножко помазку я вот так вот буду силиконовой кисточкой но просто чтобы не брать руками вот ну как бы как вам сказать вилкой удобно вот вы попробуйте вы поймете что вилкой она удобно очень потом ножом себе помогаем и снимаем так и переворачиваем на эту сторону тоже можем пряничек должен быть вот у нас такой промазанный со всех сторон вот так вот и ребята вот так вот мы его снимаем смотрите я сейчас вам покажу вот так берем это крыс и снимаем ножом себе помогаем вот вот этот сильно намазала видите уже по краям потекло вот сейчас я вам еще на примере так покажу я ножик здесь положу пока потому что я просто поняла что у меня очень много уйдет если я буду ну как бы ложкой мазать что у меня очень много уйдет не хватит мне мне придется еще делать еще глазурь вот так вот на кисточку и вот так вот промазываем глазурь это очень вкусная вот 350 грамм сахарной пудры на 3 желтка айна 3 белка прошу прощения на 3 белка вот достаточно только единственное что смотрите чтобы она была жиденько чтобы побелела вот поднялась немножко чтобы не перезбить потому что вот я перезбила и уже мазать немножко как бы тяжелее стало ничего это такое знать это это не беда ребята вот так вот вы посмотрите ножичком я себе помогаю с вилочки снять вот и так делаем принципе все пряники я их намазала полностью все хорошенько они намазанные сверху и снизу как я вам и показала их мазала всей кисточкой потому что если просто ложкой но мне бы наполовину не хватило наверное на маске ну я немножко ее перезбила если честно надо чтобы она вот побелела и буквально вот чуть-чуть сбить и все ее не надо долго сбивать чтобы нам не была такой сильно пенистой вот ну теперь буду ждать пока они у меня высохнут и когда затвердеет от сверху корочка но сейчас пока еще не липнут еще еще липнут вот когда затвердеют полностью тогда я вам разломаю покажу какой он в середине прошло мне восемь часов я сложила наши пряники вот такой контейнер ребята главное держите в контейнере закрытой крышкой чтобы ваши пряники не высыхали они дольше будет оставаться у вас свежими смотрите ребята какие они получились но я сделала такие крупные конечно можно было поменьше и вот смотрите видите лазурька застыла все в порядке у нас но они остались мягкие смотрите какой он мягкий в середине то есть он очень мягкий смотрите ребята я сейчас вам покажу какой он середине вот такой медовый пряник очень вкусные мы конечно уже их подъели но так прилично их было намного больше с этого количества то что я вам показала это очень много получается пряников и ребята если вы будете делать конечно кругленькие поменьше у вас вообще будет гора я просто вот это на скорую руку так вот быстренько знаете как полепила их котлетки как я называю пряничные котлетки вот вот такие получились пряники смотрите добавите больше муки я же вам говорю это точно вот те пряники которые продавались вот в бывшем советском союзе я их уже пробовала ребята они бесподобные по вкусу пробовать не буду вот готовьте радуйте свою семью на самом деле их очень просто делать тесто простейшая особо формочек вам не надо вот был единственное что я перезбила немножко белок потому что высыхал он у меня реально вот ну он у меня обычно за час уже все как камень понимаете вот я помажу и за час он у меня уже как камень становится а это как там не знаю я его наверное перезбила немножко потому что надо было чтобы он смотрите когда начнет только белить вот помазка до которой вы будете взбивать белки с сахарной пудрой только начнет болеть и вот это вот буквально все выключаете она вас быстрее тогда застынет если вам там срочно надо она быстрее застынет потому что у меня вот ну 6 часов я еще дотрагивалась и ночью день и где где-то она подлипала но если никуда не спешите то взбивайте дольше и у вас будет эта помазка она просто будет гуще видите как он вот смотрите она просто видите слой такой хороший сверху то есть не маленький видите какой слой получился вот смотрите ребята это те которые я немножко передержала в духовке но они не подгорели абсолютно ничего просто их передержала а те которые я не передержала я сейчас вам постараюсь как бы показать найти вот это по моему смотрите здесь и тесто смотрите светлее видите ребятки здесь светлее тесто вот если сравнить если кто любит более такой насыщенный карамельный медовый вкус то передержите немножко в духовке вот и весь секрет то есть и кто любит более такой как бы мягкий вкус чтобы не сильно ощущалась как бы медовая нотка тот просто раньше и достаньте ну вот ребята значит пекла я их в духовке на температуре 175 градусов в районе вот эти были у меня стояли в районе не 20 минут а вот эти в районе 15 минут то есть когда вы смотрите что поднялось хорошо запекся вверх можете зубочисткой проверить если не тянется ничего в середине сухая зубочистка все вынимайте она готова ребятки вот такие шикарные пряники получились честно от всего сердца рекомендую попробуйте не пожалеете рецепт простейший без сложных ингредиентов абсолютно недорогой такой рецепт я вам советую попробуйте сделайте порадуйте своих близких дорогие друзья до новых встреч до нового видео все ребятки всем пока